Вода на Марсе Это одна, наверное, из самых распиаренных тем про Марс после жизни на Марсе Жизни на Марсе искали и до сих пор ищут, и будут еще искать Мы можем точно сказать, что там есть жизнь, которая с нами прилетела Вот тут недавно это упоминалось Она там есть, это не вопрос Мы точно туда привезли свою Поэтому жизнь на Марсе есть, но наша А вода, вода тоже есть, как оказалось Но это далеко не сразу поняли И о том, как это пытались понять, я постараюсь рассказать Примерно вот в таком виде люди 19 и начала 20 века видели Марс И они, в общем-то, не могли понять происхождение темных пятен Они видели полярные шапки, полярные льды Предполагали, что они водяные Смотрели на вот эти темные пятна, предполагали, что это моря И у кого-то из астрономов была богатая фантазия Поэтому они видели, или им казалось, что они видели тонкие полосы Которые протягиваются через весь Марс Они предположили, что это каналы Которые наполняют местные моря водой от тающих ледяных шапок по весне Идея про марсианские каналы там прожила порядка даже больше 50 лет, наверное И окончательно про нее забыли только когда уже отправили первые космические аппараты То есть никакие телескопы вот там до даже 60-х годов 20-го века Не могли однозначно сказать, что да, каналы это порождение человеческого воображения Их на самом деле нет Даже первые спутники НАСА, которые полетели к Марсу Они еще полетели и ориентировались по той карте, на которой были нанесены каналы Но все-таки начало космонавтики космической эры показалось, что Марс немного не такой, как ожидалось Конечно, вот что-то каналоподобное там линейное такое наблюдается Но это долина Маринера, каньон, который ранее рассмотреть не могли Его вот как раз дозвали Маринером в честь первых космических аппаратов Которые полетели к Марсу И то, что увидели, в общем-то, не напоминало ни на что располагающее к воде То есть это казалось абсолютно пустынной местностью Ну да, были полярные шапки, были полярные льды Но когда определили, что состав атмосферы практически на 96% состоит из углекислоты Поняли, или получили первые данные спектральные с этих полярных шапок И выяснили, что этот лед углекислотный То есть сухой лед, замерзшая углекислота Именно тогда родилась идея о том, что мы сможем снова Марс сделать теплым Если разбомбим эти полярные шапки из углекислоты Атмосфера станет гораздо плотнее Наступит парниковый эффект И, в общем, Марс засветет Эти идеи живы отчасти до сих пор Вот недавно, там, этим летом просто бум был этих идей Полетели, разбомбим На самом деле все было гораздо... С тех пор многое изменилось И те люди, которые рассказывают про бомбардировки Марса Они, видимо, не знают об этом И остановились в своих познаниях о Марсе на уровне 80-х годов Но все-таки, помимо... Про шапки чуть отдельно поговорим Когда вот как раз в 70-е, 80-е полетели И в 90-е полетели новые космические аппараты Взглянув внимательнее на Марс Они увидели, что что-то там напоминает результаты деятельности воды Вот на левом слайде это просто классическая дельта Это то место, где река впадает в озеро То есть текущая вода впадает в стоячую воду Те породы, те мелкие там ил... Ну, точнее, не ил, а песок Просто мелкие там глинистые породы Которые несла с собой вода Они останавливаются и оседают И вот в таком виде Речная дельта формируется, в принципе, в классическом виде И в Байкале она есть И в морях-океанах она есть Они есть И, в общем-то, классическую дельту рассмотрели и на Марсе На Марсе точно так же рассмотрели Вот на соседнем слайде такая классическая речная сеть То есть с гор стекают несколько притоков Формирует более крупное русло То есть точно так же это не Никакими там вулканическими извержениями Лавовыми реками Такой структурой объяснить нельзя Это однозначно что-то текло Вопрос с тем, что Ну, как бы по физике Из тех условий, которые есть на Марсе Которые могли быть немного в прошлом Когда атмосфера была чуть плотнее Вывод, в общем, идет однозначно И что это была вода Именно сейчас там условия, в общем-то, не сильно В сравнении со всей остальной солнечной системой На Марсе условия не сильно отличаются от земной Ну, там летом на экваторе В полдень может быть там плюс 30 градусов Цельсия Правда, этой же ночью там В этот же день она может там упуститься до минус 70 Но все-таки днем там Более-менее похоже на землю Вот, и тогда решили, что надо, в общем-то, искать ее И искать либо признаки деятельности воды на поверхности Либо, собственно, саму воду И первая попытка была Вот посадочные модули Викинг полетели в 70-х годах Их было два Они оба успешно сели Но это не тот викинг, который сел А тот, который показали в кино Про то, как викинг полетит Это Карл Саган Известный популяризатор А это вот снимок уже с Марса Аппараты были оборудованы ковшами Которые позволяли набирать грунт Проверять этот грунт Они же, в общем-то, проверяли и на содержание бактерий В грунте Но проверяли достаточно таким Простым способом То есть они помещали грунт в питательный раствор И наблюдали, есть ли какое-нибудь изменение Предполагалось, что бактерии начнут есть этот раствор Его там структура изменится Химический состав, свет Подпускание света изменится И это будет показателем того, что там есть живые организмы Грунт поместили Прошла химическая реакция Причем гораздо бурнее, чем она была бы Если бы там была жизнь Но потом сначала сказали Ура, нашли жизнь Потом подумали, что, наверное, все-таки это не жизнь Оказалось, это просто химически активный Химически активный грунт Поэтому он не подтвердил таким образом наличие жизни И он же, викинг, не подтвердил наличие воды Грунт оказался очень сухим Не содержащим там даже ни льда Ни каких-либо минералов, содержащих воду То есть полный облом был Но поиски продолжились В 90-е годы запустили космический аппарат Марс Подфайндер Запустили его, казалось бы Ну просто в классическую Крупное речное русло И уж здесь-то, казалось Найти следы воды Просто обязаны Или там, по крайней мере, следы реки Если там не вода, а что-то еще Высадились Даже вот марсоходик небольшой выпустили И снова ничего не нашли Ну точнее вот тот камень Как раз возле которого оказался марсоход Он вроде бы был похож на валун Который формируется в крупных речных руслах Все остальное, все, чем была покрыта эта равнина Ничего из этого не указывало на наличие Деятельности воды на поверхности Марса Снова было, в общем, расстройство И тогда, вот примерно в это же время Началась крупная практически такая Пиар-компания воды на Марсе О том, что мы ищем воду на Марсе А вот конец 90-х, начало 2000-х За 2000-е воду нашли Ее нашли, наверное, десятки раз В разных местах, в разной форме В разных ситуациях, в разных случаях Но все равно сейчас вот эта вот идея О том, что мы ищем воду на Марсе Сейчас, когда в очередной раз Марс, марсоход или еще кто-то там, спутник Определяет какое-нибудь содержание воды В СМИ появляются сенсационные новости О том, что на Марсе нашли воду Ее нашли в 2003 году еще Вот, но до сих пор кому-то кажется Что это сенсация Вот в 2000-е, как раз в начале 2000-х Полетели два космических аппарата Посадочных марсохода Spirit и Opportunity У них была задача найти следы Деятельности воды на поверхности Марса В 2001 году еще к Марсу прилетел спутник Марс-Одиссей А, да, по поводу марсоходов Они нашли ее Следы деятельности воды Что интересно Spirit не нашел сначала следов деятельности воды Точно так же он высадился на равнину Которая была заварена вулканическими выбросами И ничто не указывало на деятельность воды в прошлом Он очень долго шел Сломал три колеса И на том, на чем он все-таки нашел На оставшихся колесах он нашел воду То есть не воду, а следы деятельности воды И в этих же следах деятельности воды Он застрял И они его фактически погубили Потому что он нашел фактически яму с солью Яма с солью образовалась достаточно просто Когда был водоем, который постепенно пересыхал Соль была растворена в воде По мере пересыхания концентрация соли росла И наконец в самой нижней части, где оставалась вода Там была самая высокая концентрация соли Когда вся эта вода окончательно высохла Просто сформировалась яма с солью Сверху ее закрыла пыль Которая внешне ничем не отличалась от этой поверхности Когда марсоход направили туда Он просто там застрял И никто не смог его оттуда вытащить Соль оказалась очень рыхлая А Портюнити нашел что-то поинтереснее Он нашел геологические следы деятельности воды Вот в левой части мы можем увидеть снимок В котором примерно похожая ситуация была Был водоем с соленой водой Водоем стал постепенно пересыхать И еще, ну там не ил Ил все-таки органические соединения содержат Ну вот донные породы Еще жидкие такие Грязь, скажем, донная По мере высыхания воды В этой донной грязи Сформировались кристаллы соли Причем даже определили По вот этим отпечаткам Это отпечатки кристаллов соли Вот такие Длинные Похожие на отпечатки риса Это отпечатки кристаллов соли определенной Определили эту какая-то соль Когда она Определили условия, при которых она формируется Определили, почему сейчас мы не нашли этой соли Потому что условия продолжали меняться Все ухудшалось И в конце концов атмосферная эрозия разрушила эту соль Она вошла в состав марсианской пыли Просто ее унесло ветром И рядом же обнаружили так называемые гематитовые шарики Черникой ее прозвали Это фактически порода Это руда железная Которая формируется Либо в мелководных озерах Либо в грунтовой воде В данном случае, скорее всего, как раз было мелководное озеро По дну которого очень долго гуляла Портюнити Сейчас он выбрался все-таки на берег А так, да, это вот черника Просто усыпало все под его ногами То есть если Спирит пришлось ему пройти долгую тяжелую жизнь И только потом найти следы воды То Портюнити просто сев Развернув научные приборы И осмотрев камни вокруг себя Он обнаружил там кучу свидетельств того Что он оказался на пересохшем дне озера То есть вопрос о том Была ли в древности вода Он, в общем-то, был отвечен утвердительно Да, была Ее было, в общем-то, много Насколько много, еще вопрос Но сейчас мы знаем, что достаточно много было И вот как раз в 2000-е же годы Узнали, что, в общем-то, и сейчас достаточно много По сравнению с Землей, наверное, ее мало все-таки, воды Но если мы возьмем весь лед, который сейчас есть на Марсе Водяной Растопим его, наверное, у нас получится залить Объем, равный примерно Северному Ледовитому океану земному То есть это в масштабах Земли не так много Это самый маленький океан Но в масштабах Марса или в масштабах Луны, например, это очень много Основная часть льда и воды в грунте концентрируется ближе к полюсам Марса Ближе к экватору все-таки она вся, по большей части, из верхних, по крайней мере, слоев грунта Она выпаривается Просто действием солнечных лучей Она не нагревает грунт, она испаряется Давление там, как на высоте 30 километров Если нам говорили, что в горах там на высоте 5-7 километров Мы уже не можем ничего сварить Потому что у нас вода кипеть начинает при 70 градусах Цельсия А чем мы будем выше подниматься, доберемся до 30 километров У нас вода будет закипать при 10 градусах Цельсия И вот примерно такие условия на большей части поверхности Марса То есть чуть потеплее стало, все, вода, то, что какая была Она просто испарилась и ушла в атмосферу Но в грунте И вот эти данные спутника Марса Дисей С российского прибора на его борту Хэнд так называемый Который определял содержание, вообще он содержание водорода Определял в грунте Марса Примерно на глубину полметра или чуть больше И вот была построена карта распределения водорода Которая, в общем-то, означает карту распределения воды Потому что в свободной форме водород там не сможет содержаться Он точно так же улетит А в связанной виде воды льда, он остается И, в общем-то, получив вот такие карты Ученые поняли, что, в общем-то, вода есть, во-первых И, во-вторых, надо продолжать ее искать И придумали новые средства Самое простое А, нет, еще про как раз мы возвращаемся к полюсам По поводу полюсов Как я раньше говорил, на полюсах обнаружили углекислотный лед И надо было понять, где отличие между водяным Точнее понять, сколько там водяного и сколько там углекислотного И даже если я специально нашел старую советскую энциклопедию 70-х годов Уже тогда было написано и тогда было предположено Что постоянная ледяная шапка, которая на Марсе Где она тут должна быть? Вот она Которая не меняет свою конфигурацию в зависимости от сезона Это вода А то, что меняется к зиме больше, к весне меньше Это углекислотный лед, который откладывается, когда становится холоднее Там под 100 и ниже градусов И вот тот там, казалось бы, маленькое пятно белое Которое вот на данной серии снимков выглядит совсем уж маленьким Оно, на самом деле, содержит в себе гораздо большие дачи Вот эта гигантская лепешка Все очень просто, почему? Потому что вот эта гигантская лепешка Это фактически выпадающий снег Ну как у нас, ну там не снег, он либо иний откладывающийся И его толщина, ну максимум, несколько метров Там 2-3 метра на самых полюсах, там до 4 метров А шапка постоянного льда несколько километров На южном полюсе 3,5 километра На северном полюсе, там, 1 километр и 700 метров Это определили при помощи радарного исследования со спутником Марс-Экспресс Это европейский спутник, который уже к 2003 году прилетел И где-то к концу 2000-х были построены карты полярных шапок И можно здесь увидеть вот Это профиль высоты Который отличается там равнина Здесь, собственно, полярная шапка И вот как она видна в радарной съемке Видна четкая граница между водой и грунтом Замерзшей водой, конечно Самое интересное, что некоторые данные, полученные с Марс-Экспресс Вот именно в результате просвечивания такого марсианской полярной шапки Показали намеки на то, что там, возможно, тоже есть аналоги озера Восток То есть, возможно, там точно так же подо льдом В определенных условиях законсервированы жидкие водоемы В которые, наверное, имело бы смысл бурить И добираться до них, внутренне развившись на озере Восток И вот лететь к ним и бурить их было бы, наверное, более осмысленно Чем штурмовать Европу Потому что здесь толщина 3,5 километра А все-таки на Европе толщина льда 100 километров Здесь, наверное, все-таки попроще будет И Марс все-таки поближе Там чуть-чуть, может быть, потеплее Солнечная энергия, опять же, есть Можно там выложить много солнечных батарей Но, конечно, зимой там условия будут похуже Чем уж точно в Антарктиде И не намного лучше, чем на Европе Поэтому здесь такой вопрос, конечно Ну, бурить в любом случае было бы легче на Марсе Потому что на Европе там проблем хватает Помимо того, что можно там предполагать Как раз еще позволить отличить один лед от другого Можно при помощи спектральной съемки Точно так же она была проведена Марсом Экспресс И вот здесь такой розоватый лед Большая часть которого занимает Это углекислый лед Но, опять же, тонкий слой А под ним скрывается вот такой голубоватый цвет Или там даже синеватый Это водяной лед То есть даже вот здесь Это, наверное, где-то начало осени Или поздняя весна На Южном полюсе Потому что большая часть полярной шапки уже растаяла А вот этот участок Он больше как раз соответствует тому участку Который занимает водяной лед Но углекислота все равно сверху прикрывает его И когда были ранние исследования Спектральные Она как раз и давала ошибочные результаты Там есть небольшие такие залежи Погребенные залежи углекислотного льда И мы как-то считали даже Если мы возьмем вот эти залежи льда И все-таки их разбомбим Не водяной лед будем бомбить А углекислотный Хватит ли нам наполнить атмосферу Получалось, что атмосфера Марса Повысит плотность примерно в два раза То есть если она сейчас как на высоте Там примерно 35 километров Над землей по плотности То тогда она будет как там Не знаю, на высоте 33 километра над землей То есть разницы особо никакой И второй момент Чтобы даже вот в таком соотношении Изменить плотность атмосферы Марса Нам нужно примерно Я сейчас уже не помню Но там, наверное, примерно В 10 раз больше ядерных запасов Из того, что накоплено было Всем человечеством за все время То есть даже там всякие кузькины матери Ядерные бомбы, термоядерные бомбы Это ничтожно малая доля энергии Которую мы могли бы принести на Марс Чтобы попытаться его нагреть Так что это попытки с изменением климата Марса Это пока еще задача не нашего века Как хотелось бы Да, вот так это меняется И помимо того, что есть ледники на полюсах С полюсами более-менее решили Определили Помимо того, что они есть Залижи льда Причем открытые залежи льда Есть на полюсах Потом, чуть позже, к концу 2000-х Выяснили, что залежи льда Могут быть ближе к экватору Может быть не на самом экваторе Но на широте примерно Сочи Там, в общем-то, тоже есть еще Условно там порядка 40-х широт Там есть залежи льда Ну, снег, наверное, если выпадает, то очень редко Но в целом можно было бы и там попробовать Провести зимние Олимпийские игры Но, в общем-то, вот так примерно Представляет собой залежи льда Ближе к экватору То есть лед Вот здесь два кратера, которые заполнены ледником И можно увидеть такой даже некий признак Перетекания из одного кратера в другое Потому что лед, он все-таки сохраняет некоторую пластичность Которая там не совсем в застывшем состоянии А там в течение тысячелетий он может перемещаться Как ледники ползут И то есть движение ледников либо было в прошлом на Марсе Либо, может быть, продолжается и сейчас И, насколько я знаю, там это еще вопрос такой нерешенный Есть ли реально движение ледников Или они уже лежат статично и неподвижно Но все-таки они есть Просто они сверху прикрыты пылью И эта пыль их защищает от, собственно, испарения От нагревания солнечным светом И выпаривания от нагрева просто И если даже посмотреть на северную часть Марса Можно увидеть, что вообще его северная Ну, там не все северное повышает Например, треть северной части Марса Она очень сильно отличается от всего остального Вот здесь можно увидеть границу То есть мы видим горную такую гористую местность Кратеры И в южной части Марса их гораздо больше Чем в северной части Марса И северная, она выглядит очень гладкой Сначала предполагали, что это остатки древнего океана Который когда-то был, потом высох Но сейчас, в общем, продолжающие исследования Показывают, что он не полностью, как минимум не полностью высох И то, что мы видим в данном случае в таком гладком состоянии Это продолжающиеся, сохраняющиеся залежи, в общем-то, льда водяного Просто закрытые пылью И даже те кратеры, которые возникают от падения метеоритов Возникали, по крайней мере, в древности от падения метеоритов Они отличаются от того, что можно найти в каменистой южной части Марса И это либо вода, реально просто замерзший лед Либо грязь, грунт, перемешанный с высоким содержанием воды До более 50% вот этого смеси составляет вода Это было определено в том числе с помощью, как я говорю, силы небесные помогли Сейчас несколько спутников продолжают наблюдать поверхность Марса В том числе спутники, которые снимают с очень высоким разрешением И крупных метеоритов сейчас на Марс не падают А маленькие продолжают падать до сих пор И наблюдая свежие следы от падения метеоритов Вот в той самой северной части Марса, которая выглядит достаточно гладкой Ученые обнаружили занятную вещь То есть следы падения выглядят вот так И если продолжать наблюдать в течение нескольких недель за этим участком Он постепенно потемнеет И вот этого белого, белой структуры не останется И в общем все указывает на то, что это как раз водяной лед То есть все, что мы видим Это ледяной панцирь, просто засыпанный пылью И мелкие метеориты просто пробивают Выбивают кратеры в этом панцире И мы видим лед Который постепенно испаряется И поверхность темнеет Ее точно так же засыпает пылью И все возвращается в равномерную В рыжую поверхность На которой не видно признаков воды И самое интересное и одновременно обидное Вот примерно в эти широты садились викинги И сейчас просто ученые признают, что они просто, наверное, не докопались до того льда На котором Винг фактически стоял Но он рыл и исследовал вот этот верхний пылевой слой Который составляет примерно 20-30 сантиметров И просто не докопался до той воды, на которой стоял Но теперь, в общем-то, с водой замерзшей более-менее разобрались И последняя, ну или одна из последних интриг, которая была На Марсе сохранялась Это есть ли, или вообще способна ли появляться на Марсе вода в жидком состоянии Как я говорил, чуть солнце пригрело, вода испарилась Но вот за 2000-е годы, там даже за конец 90-х Спутники уже позволяли с высоким разрешением наблюдать поверхность Марса И ученые просто замечали темные полосы Вот мы видим здесь их формирование Здесь серия снимков просто за полгода, за полмарсианского года Полосы появляются, а потом исчезают Появляются, исчезают со временем года И, ну, то есть, самое простое, что можно было предположить То, что это реально полосы Ну, это не реки, не жидкие реки, не весенние ручьи Как об этом СМИ написали Но это реально полосы сырого грунта Причем такие полосы, похоже, обнаружили в Антарктиде В тех местах, где нет льда, где вот такие сухие оазисы Они примерно точно так же формируются Но при этом они формируются тогда, когда, грубо говоря, на улице холодно Минусовая температура И, в общем-то, это логично Потому что если будет плюсовая температура, они все испарятся и высохнут Что, в общем-то, и происходит К началу лета они все исчезают Именно потому, что становится тепло Но когда минусовая температура, они появляются И тут, в общем-то, логика была очень простая Вода в жидком состоянии может, вот нам тут говорили про озеро Восток Что она при высоком давлении может, жидкая в минусовом При минусе находиться Еще она может с жидкой находиться И, в общем, мы все, наверное, об этом знаем по зиме Она может находиться, когда она является раствором с солью Как у нас на улицах посыпают соль И мы ходим по каше Вот примерно такая же минусовая каша Может формировать вот эти темные полосы Вот там, скорее всего, другая соль Которая убила бы нас, если бы ее посыпали на тротуаре Но все-таки Вот такое содержание Той соли, как раз Которую определили в этих местах И именно в это время, когда появляются эти темные полосы Она при смеси с водой, в растворении с водой Она может поддерживать жидкое состояние воды До минус 70 градусов Цельсия Но реально вот эти темные полосы Наблюдаются примерно где-то до минус 20 градусов Цельсия И вот тогда, когда грунтовая вода Фактически смешанная с солью В которой растворена соль Стекает вот по склонам По песчаным склонам кратеров Формируют эти темные полосы И их, в общем, видят То есть, опять же, это не собственные ручьи Это не жидкая вода, которую там могла течь Или там можно набрать в кружку Но это, по крайней мере, сырой грунт Можно назвать грязью Но, наверное, для грязи Жидкости потребуется больше, чтобы из этого сделать грязь Но это реально жидкая вода По крайней мере, смешанная с большим содержанием грунта Пить ее не рекомендуется Но все-таки, как недавно фильм «Марсиане» Наверное, многие смотрели Он там добывал воду путем перегонки достаточно ядовитого ракетного топлива В том месте, где он находился Ему бы для добычи воды хватило бы лопаты Вот Но, видимо, автор как раз «Марсианина» оставался в знаниях о Марсе на уровне 90-х годов Когда воду еще не нашли Либо ему показалось это гораздо интереснее, чем, собственно, Марсе Хотя картошки там хватало И работы с лопатой тоже хватало Вот Ну, здесь мое время завершается Можем поговорить Я могу поотвечать на вопросы Спасибо 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 Спасибо